В Кишиневе состоялся марш народного единства и митинг партии социалистов. В нем приняли участие десятки тысяч человек со всей страны для того, чтобы сказать нет правящей коалиции, чтобы подвести итоги девятилетнего правления проевропейских политиков, и чтобы четко и ясно сказать, ПСРМ готова взять власть в свои руки. Президент Дадон заявил, 2019 год станет годом победы социалистов после 10 лет разрухи. Политические оппоненты, разумеется, подвергли мероприятия критике, призвав не верить ни цифрам, ни обещаниям. Так какими видятся главные итоги вчерашнего мероприятия? Добились ли своих целей организаторы? И как это все скажется на грядущей предвыборной кампании? Об этом говорим сегодня. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. И я представляю гостей, которые, учитывая климатические условия, наверное, буквально в смысле добрались сегодня до Полюса. Я вам благодарна за то, что вы все-таки пришли, невзирая на непогоду. Это Богдан Цирдя, депутат от партии социалистов, еще и политолог. И Корнелия Чуря, тоже политолог. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте не отходить от традиции. Вот я хочу, чтобы вы поделились своими впечатлениями от вчерашнего марша и митинга. Вот какую цель ставили социалисты и добились ли они ее? Вот вам хочу предоставить слово вначале. Я думаю, что цель социалистов была показать в первую очередь свои мобилизационные ресурсы. И, как мне кажется, они доказали, что... Ну, можно сравнивать митинги сейчас с Демпартией социалистов и считать, у кого больше. Но, я думаю, сравнимо. Это все партия, демократическая партия, это партия власти. У нее есть, кроме симпатизантов, и определенные ресурсы. И в количественном значении, я думаю, что эти митинги сравнимы. Уже, конечно, социалисты считают, что у них больше демократов. Но я бы сказал, что пока что в Молдове сейчас есть две партии, которые в состоянии устраивать такие многочисленные митинги. И, как это ни странно, но протестующие правы, которые до недавнего времени говорили о том, что они устраивают марши, вообще национальные собрания, великие национальные собрания, они уже не столь сильны и не так котируются. Это бы сейчас о партии Майсанду и Андрея Анистаса? Которые считают себя настоящей оппозицией, но на самом деле эта оппозиция не имеет той поддержки, которую могут получить другие партии. Конечно же, социалисты это партия, которая находится в оппозиции. И это чувствовалось и на митинге. Определенная критика власти, она довольно-таки сильная. И я думаю, что вторая цель этого митинга была готовить вот то, что они хотят, на что они надеются. Вот проевропейский лагерь с этим никак не может согласиться. И, конечно, будет вставлять палки в колеса. Это победа на этих выборах. Они очень сильно надеются, что смогут получить эту победу самостоятельно. И вот этот митинг был призван показать всему народу Молдовы, что у социалистов очень позиции сильны. Ну, я думаю, до полного доказательства дело как бы еще не дошло. Потому что все-таки этот митинг не был столь внушителен, чтобы доказать всем, что лидирующие позиции социалистов не забыли. Вот так вот. Богдан, у вас было, пожалуй, самое яркое вступление, потому что его запомнили, больше всех цитировали. У вас сравнения такие были образные. Может быть, вот сейчас здесь, в этой студии, вы расскажете, какова была главная цель митинга и добились ли вы все-таки того, какие цели перед собой ставили? Я соглашусь где-то с господином Чурей. В том плане, что вот если сравнить все эти митинги, которые проходили, были митинги Демпартии, были наши митинги в районах в том числе, были митинги блока ПАЗДА, или как их там еще называют. Давайте посмотрим на цели, на декларируемые цели. Вот это движение ПАЗДА, или как они сейчас себя называют, АКУМ. Они говорили, все, сегодня последний бой. Вот я так говорю, на полном серьезе. Последний бой. Или мы победим, или умрем. Чуть ли не как защита Сталинграда, как Куликовская битва, не знаю что. И каждый раз у них бой был последним. Каждый раз это заканчивалось ничем, понимаете, режим. Сосмеху умирали лидеры Демпартии, понимаете. Сосмеху умирали, наверное, уже и послы Евросоюза. Сосмеху умирают, наверное, и сами лидеры вот этих протестов. Потому что кроме обещаний расправиться с правящей партией, что сегодня мы отстоим пропорциональную систему, сегодня мы вернем миллиард, сегодня мы отправим в отставку Демпрокурора, все это заканчивалось ничем. У нас не было вот этих задач сегодня. Взять, провести революцию, поджечь парламент. И президентуру заодно, как в 2009. А может быть и декларацию о независимости и так далее. Мы верим, да. Это мы верим. По крайней мере, таких целей мы себе не ставили. Задача была в чем? Задача, с моей точки зрения, я участвовал только частично в работе над резолюцией и так далее. Задача была показать, раз, силу. Два, мобилизовать свой электорат. Показать, да, что нас много, мы сила. Смотрите, сколько нас. Смотрите, вот наша программа, вот наши сторонники. Вот президент с нами. Это тоже очень важно. Вот мы собрались здесь вместе, несмотря на непогоду, на условия, на определенные прессинги со стороны оппонентов политических. Вот мы собрались здесь вместе. Мы сказали, да, мы не боимся и мы победим. И вот в этом была задача, понимаете. Показать партию, показать кандидатов, показать ее мощь, показать основные электоральные обещания и тезисы. Показать наши отношения и к действующей власти, и к правой оппозиции. Потому что власть говорит, что ПСРМ там с Настаси. Что-то они хотят замутить. Пазда говорит, что нет, это Плоходон, это Бином, туда-сюда. Ну да, кстати, многие об этом говорили. Валяйси с Демпартией были. Они, да, вот Бином создали мы. Хорошо. И в этом была задача спозиционировать себя, да, и по отношению к одним, и по отношению к другим. И, безусловно, это электоральное, это электоральное, скажем так, действие. Это понятно всем. В США это называется ралли, когда собираются со всех районов кандидаты, все партийные структуры, они знакомятся, они мобилизуют друг друга, они поддерживают, они ставят какие-то контакты и возвращаются домой, да, уже с уверенностью в том, что завтра мы победим. И победа будет за нами. Вы знаете, на самом деле очень много писали, очень много высказывались по поводу того, что произошло, но вот что было очень заметно. Вот если не сравнивать эти митинги численно у партии социалистов и демократической партии, а сравнивать просто выступления ораторов, тех спикеров, которые выходили и что-то говорили, то, вы знаете, создавалось впечатление на самом деле, что вообще-то речь идет о двух разных странах. Потому что на митинге у демократов все хорошо, ну просто замечательно. Там рост у нас экономический, пенсии повышаются, зарплаты повышаются, дороги строятся, канализация у нас тоже, ей внимание. Выходят социалисты и говорят, знаете, нет, у нас все плохо. У нас за это время, извините, экспорт упал, у нас есть проблема, да, рабочих мест, и те же самые, нет экономического роста. Тогда вы сами выступали в вашем выступлении, все эти проблемы перечислили. Я подумала, как разобраться бедному избирателю? Вот в этой во всей, да, это вам смешно, но на самом деле эта проблема существует. Как думаете? Нет, я думаю, что электорат прекрасно поймет, что произошло и на том и на другом митинге, потому что мы видим, что по тем же темам политики из разных партий говорят совершенно разные вещи. Я тоже наблюдаю разные дебаты, и я вижу, как интерпретируется, например, экспорт. И это очень интересная тема. С одной стороны, вот он растет, и мы видим, особенно в последние годы, рост экспорта. Но я понимаю прекрасную аргументацию социалистов, которые говорят, да, но сравните с тем, что было до кризисов, когда у нас была возможность экспортировать Россию, мы только-только дошли до тех значений, которые были раньше. И с одной стороны и те правы, да, у нас рост, и они об этом говорят, потому что, конечно же, они не будут соглашаться с критикой других партий, оппозиционных партий, я имею в виду правящую демпартию, но, конечно же, в этом и суть хорошей критики, если она хороша, в том, чтобы указать на недостатки дискурса правящей партии, когда они, конечно же, хотят, чтобы этот дискурс был очень оптимистичен, и, может быть, иногда перегибают палку. Поэтому я вижу эти два типа дискурса как взаимодополняющих. С одной стороны, те, у которых власть, они рисуют радужную картину и указывают, в самом деле, на определенный рост экономический, финансовый, в том плане, что бюджетные поступления растут. Социалисты сравнивают это с другими временами и находят определенные изъяны. Кстати, мне кажется, что критика социалистов, здесь не хочу никому комплименты говорить, но я слежу за аргументацией с точки зрения серьезности формулировок. Мне кажется, что критика социалистов, они обычно основываются на какие-то конкретные цифры, на какие-то даты. Да, вот внешний долг, например. Вот подсчитали, что в 2009 году, когда пришли к власти представители за евроинтеграцию, 560, значит... Тем не менее, как бы, демократу, это не является критической цифрой. То есть, и он возрос не сейчас, он не в последние годы. В два раза, короче, вырос за эти годы, пока были у власти представители правящих. Кстати, вот можно задать один вопрос, почему социалисты предпочитают говорить о девяти с чем-то годах, ну, уже почти о десяти, да? Да, вот, кстати, тоже хороший вопрос. А демократы, я заметила, они говорят, не-не-не-не, у нас тысячу дней. Тысячу дней. На этом мероприятии, на этом мероприятии, они предпочли говорить только об этом, значит, сроке, об этом периоде. Богдан, почему? Знаете, потому что, я отвечу, дело в том, что Альянс за евроинтеграцию себя дискредитировал, это уже всем понятно. Один из них, пару премьер-министров, я имею в виду Стрельца, я имею в виду Филата, были отправлены в отставку за коррупцию, кое-кто даже сел в тюрьму, да. Другой премьер, или просто премьер-министр, подозревается, мягко говоря, в коррупции, да, чтобы не добываться в подробности. И за все это время, понимаете, ну, что мы имели? Мы имели все, что угодно. Мы имели в 2010-м рейдерские атаки на банке, да. Это 100 миллионов долларов тогда были изъяты из банковской системы. Потом в 2011-2015 мы имели ландромат, да, 22 миллиарда долларов были отмыты через банковскую систему Молдовы. Потом я вам запомню, напомню про миллиард, 2014 год, потом про аэропорт, потом много-много, вот, понимаете, каждый год мы имели либо крупную аферу, либо крупный провал. За редкими исключениями. Исключение это 2013 год, наверное, когда был серьезный рост экономический, там 9% где-то, когда были определенные инвестиции, там и так далее. А после этого, и до этого, и после этого, с нашей точки зрения был крах. И демократы не хотят себя связывать с этой властью, даже несмотря на то, и меня это, честно говоря, поражает иногда, у них был его президент, да, Мариан Лупу. Он год с чем-то был. Потом у них был свой представитель в Минэкономике. Экономический блок они всегда контролировали. Господин Лазер, первый министр экономики. Министерство экономики, правильно не будет, да. Потом у них было Министерство соцзащиты, да. Потом у них было Министерство информационных технологий. Даже Минтранс определенное время был под их контролем. То есть у них тоже были ключевые позиции, ключевые посты. Поэтому мы легко можем их обвинить, что те проблемы, которые есть в экономике, те проблемы, которые есть в социальной сфере, уроку приложили в том числе и демократы, понимаете. А они хитро себя дистанцируют вот от этого периода. Вот 6 лет мы не были у власти. А где вы были, ребята? Вы что были? В оппозиции? Вы были в тюрьме, да? Вы были в изгнании там, как какие-то олигархи сегодня, да? Ну где вы были? Вы же были у власти. Мы протестовали так против кого? Понимаете? Все эти годы. Мне кажется, мы протестовали против Альянса. Сначала были Филат, Гимпу, Лупу, Плохотнюк. Но они менялись. Потом Воронин, да, Филат, Гимпу. Потом сегодня Плохотнюк, да, потом Филипп и так далее. То есть, ребята, всегда менялись лица, но оставались партии, оставался Альянс. И оставался курс. Это самое важное. Курс на евроинтеграцию, курс на оптимизацию, да, курс там на какие-то реформы, так называемые, в кавычках. И курс, мягко говоря, давайте скажем так, что сегодня пишет Европарламент, это и захват государства, это и коррупция, это и бедность, это и многие, это и депопуляция. Вот это очень страшный результат правления Альянса. 120 человек убегают в день, каждый день, по данным Маджента Консалтинг от 2017 года. 120 граждан каждый день убегают из Молдовы. Почему они убегают? Неужели потому, что не могут уже от таких высоких пенсий, от повышенных зарплат, от хороших дорог, которые строят демократы? Поэтому, завершая, скажу так, да, что-то демократы делают, но нельзя говорить, что вообще ничего нет, ничего не делают, какие-то дороги, какие-то повышения. Но смотреть, если смотреть макроэкономически, макрополитически, макропоказатели брать, то ситуация фактически не изменилась. Вот, если так брать, ситуация не изменилась, поэтому власть надо менять. И люди уже устали, уже не верят фактически никому из представителей бывшего альянса. Ну, я могу понять эту позицию социалистов. Они, конечно же, смотрят свысока. Для них все одним миром мазаны, потому что европейский альянс, они критиковали и все время. Хотя, конечно, иногда можно заметить определенную роль, которую играл Игорь Дадон во всех этих хитросплетениях. Он критиковал, но в то же время иногда голосовал за президента, помогая как-то выжить этому альянсу. Но, скажем так, в основном, конечно, была жесткая критика, и поэтому социалисты не могут отделить муха от котлет, скажем так. С моей точки зрения и с точки зрения тех, которые наблюдают за правыми, за центристами под микроскопом. Ну, Богдан тоже так смотрит, но ему лучше видеться издалека. Мне кажется, что там существенная разница все-таки есть и существенная идет политическая борьба. Конечно же, демократы видят свое начало настоящего правления с 2016 года, когда они объявили о надобности или, скажем, о необходимости стабилизации. И у них политический цикл это и включает. Сначала стабилизация, потом небольшой рост, о котором говорил Богдан. Ну и, конечно, идет в конце обещание о том, что раз мы смогли достигнуть этих положительных результатов, то потом, после выборов, мы этот рост закрепим и увеличим. И там это все, конечно же, не признается в рамках той правой оппозиции, которая раньше была частью власти. Поэтому социалисты, понятно, они будут критиковать все и вся, которые находятся правее к ним, демократы это не могут сделать, потому что сейчас у них ответственность за власть и они считают, и мне кажется, это все-таки естественно, что настоящую ответственность они получили начиная с 2016 года. И так они строят свою программу и компанию избирателей. Если у вас не будет реплики, я вернусь к вашему выступлению. Так. Достаточно, как я уже сказала, яркому. Вы предпочли в этом своем выступлении все-таки связывать вместе и демократов, и партию Майя Санду, да? То есть нынешний, да. То есть вопреки тому, что сейчас говорит Корнелю, вы наоборот увидели, что чтобы эти люди не делали, вы по-прежнему видите, что они управляются из единого центра, из одного здания. Тогда получается, что ваша задача гораздо сложнее. Нет, я вам скажу, вот я соглашусь с господином Чурей в чем, и покажу вам в чем я категорически не согласен. Да, я сказал, есть в этом году рост 3,8%, да, да, есть рост даже инвестиций внешних, прямых. Было 95 миллионов в прошлом году и в 2017 это 205 миллионов долларов. Вроде хорошо, да? И еще одно достижение Филиппа с моей точки зрения. Если уже на этой линии закончить, при Филиппе одна из самых, Филипп достиг одной из самых низких смертностей, смертностей, да, вот у меня есть цифры. Имеется в виду, что в 2017 году умерло чуть меньше, чем чуть меньше граждан, имеется в виду цифра в 36 768 граждан, чем это было, допустим, в 2011. Так просто больше людей уехало из страны, потому в стране меньше. Вот что я говорю о плюсах, да, о плюсах. А теперь давайте посмотрим на все остальные показатели, я вам быстро вот дам пару примеров. Когда вы говорили внешний долг, да, 2009 год, это было 954 миллиона долларов, внешний долг правительства. Сегодня это 2 миллиарда долларов, в два раза больше. Правильно? Правильно, это раз. У меня есть на душу население. Ну, не, не, я не про душу, я говорю вообще. Ну, поняла. Он носит сайт ВНП, то есть, если он... Да, ВВП, это было тогда 17% в 2009, а сегодня 26 где-то. 26, я имею в виду долг правительства. Это раз. Два, если мы говорим про прямые иностранные инвестиции, то в 2008 году мы имели 711 миллионов долларов. Это был самый лучший год. Это самый лучший год был. Да, это верно. Это верно. Сегодня мы имеем 205 миллионов долларов. Приблизительно, да. В 3,5 раза. Если мы говорим про инвестиции в капитал, про инвестиции в капитал, вот господин Головатюк даже сделал подсчеты по данным Нацбанка, было 440 миллионов долларов в капитал, имеется в виду в производство, имеется в виду в производственный сектор. Которые реально пришли в страну, так он сказал. Да, 440 миллионов и сегодня 40 миллионов, то есть в 11 раз меньше. И вот когда мы берем почему хотите поэкономить и хотите, ну я не знаю, по каким еще. Но есть цифры, которые выросли. Средняя заработная зарплата. средняя заработная, да, можно почитать. Хотя и здесь, понимаете, цены выросли, поэтому трудно вот говорить, что выросло, что не выросло. Но инфляция невысокая, там 2 процента. А если брать, если брать, ведь социальные показатели, понимаете, вот допустим, у нас очень сильно выросла смертность от онкологии. В этом году, в 2017 году, это 6 тысяч, 6 тысяч, 266 граждан умерло от онкологии, от рака, да. Это, как вам сказать, поразительная цифра. Такого у нас не было, да. У нас онкология растет, страшное дело. И два, в 2017 году у нас опять на первом месте вышли по диабету, да. Не было такой смертности по диабету. Вот я вам даже могу, у меня это, я здесь записал, 2016 год, рекордное количество смертней от диабета. 410 человек. И вот так каждый год, понимаете, Альянс, Альянс делал новые, новые, новые рекорды. Вот допустим, самая высокая смертность в Молдове за всю историю независимости была при Филате, 2010 год. Это 43 631 граждан. Умерло, умерло, понимаете. 2010, еще один рекорд по числу самоубийств. 676 случаев. И так далее. Когда мы берем вот все эти, любой показатель, возьмите, экономический, социальный и так далее, Альянс, безусловно, как вам сказать, ну мало, нечем хвастаться, нечем хвастаться. Здесь идет борьба, мягко говоря, между холодильником и между телевизором. Я всегда говорю, не верьте словам, то есть телевизору, откройте холодильник, посмотрите, что там и делайте выводы, понимаете. Я понимаю, да. А когда вы говорите, заканчивая вот кратко, когда вы говорите Санду Канду, да, я провел метафору политическую в качестве метафоры, но если брать в сущности, то я боюсь, что не знаю, кто сможет со мной поспорить вот под тем базовым тезисом, который я быстро тогда назвал. Санду гражданин Румынии и Канду гражданин Румынии. Санду говорил, что на референдуме проголосовала бы за объединение с Румынией и Канду это утверждал, понимаете. Санду говорит, что нужно интеграцию в НАТО. Канду вроде не говорит, но офис НАТО открыл, понимаете. И так далее. И вот по любому пункту берите, понимаете, и вы увидите, что разница между ними, разница между ними, что Санду закрывает школу. Канду вроде бы приостановил в 2018 году, ни одна школа не закрыта. Зато закрывают больницы. И выходит с концепцией реорганизации медицинских учреждений. Я поняла. Я разницу не вижу, честно, между Вакуум и ГПМ. когда все говорят о Беноме, нужно у нас на самом деле, Богдан говорит, что ситуация совсем в другом. Наоборот, демократы идут стройными рядами вместе. Нет, так хоть мне одно программное отличие, одно, программное, идеологическое, какое угодно. Санду за евроинтеграцию, они за Евроинтеграцию, демократы тоже, да. Санду за оптимизацию, они за оптимизацию. Ну, на вскидку можно сказать сразу же, что демократы все-таки умерили свой пыл, что касается геополитических векторов. И это нужно признать. То есть, демократы в последнее время обращают больше внимания на внутреннее состояние, а нежели на какую-то поддержку, которая может придти... Не сказала бы. Позвольте, я в тему. Я в тему. Вот по... Я внимательно изучила документы, которые были приняты по результатам двух митингов. И у демократов, и у социалистов. Во-первых, у демократов это были обязательства. Так они назвали. Социалисты, назвали задачами. Их было 10. Что по внешней политике? Значит, что социалисты написали у себя? Они сказали, что они за сбалансированную внешнюю политику, обещают заключить стратегическое партнерство с Россией на всех уровнях, добиться полноценного членства в Евразийском Союзе и продолжить сотрудничать с ЕС. Что говорит ДПМ? Мы будем продолжать прилагать усилия для реализации соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС и поддержания западной модели развития. Так и написано. Мы уверены, что именно этот подход является наилучшим решением для благосостояния Молдаван. Вы видите, в чем разница? Я не вижу большой разницы, если честно. Западная модель развития, если хотите, и Россия было бы не прочь перенять, потому что все-таки Россия наполовину, даже может быть больше, чем половина, она, скажем так, западная держава. И поэтому, мне кажется, что разница не столь велика. Конечно, есть разница в акцентах. Например, социалисты ставят больший акцент на Россию. У них на первом месте Россия. Они говорят о сбалансированном, насколько я понимаю. Ну да, сбалансированном, но они сбалансировали свой месседж. И там присутствует и Евросоюз, и Россия. Но Россия на первом месте, а Евросоюз на втором месте. Но почему бы демократам Россию не вспомнить? Хоть как-нибудь? У демократов наоборот. Ради разнообразия? У демократов наоборот. Существует Европа, но, скорее всего, есть понимание того, что должны быть хорошие отношения с Россией. Но пока демократы не готовы это четко сформулировать, потому что существует и проблема с Россией. Кстати, эти проблемы очень часто сгенерированы самой Россией. Поэтому у демократов есть определенная проблема, конечно же, в отношениях с Россией. Это нужно признать. Но с другой стороны, понятно, что исключительная ориентация на Запад, как это раньше было, и особенно этот очень странный дискурс, где только Европой не существует никаких национальных интересов, это, конечно, уже демократы начали понимать, что это ошибочное. ошибочный подход. Поэтому и у них появляются эти сильные, эти элементы баланса. И он, я думаю, после выборов это будет еще более четко видно. Вы увидели эти элементы баланса? Знаете. И в чем есть? Ну как, есть тот факт, что наши отношения с ЕС такие, какие они есть, это тоже в некоторой мере, для многих это, нужно это констатировать, констатировать это с сожалением. Но то, что демократы поняли, что ориентируясь только на Россию, на Евросоюз, можно получить определенные проблемы, связанные с суверенитетом, это как раз вытекает из нынешней политической ситуации. Спасибо. Демократы попали в определенную ловушку. Если в 2009 по 2015 год приблизительно, чтобы не соврать так, они ошибиться, они были такой партией центристской, умеренной в том плане, что как бы балансировали. Да, евроинтеграция, но хорошее отношение с Российской Федерацией, молдовинизм и так далее. Все это присутствовало в их дискурсе, поэтому некоторые даже позволяли себе называть, в том числе я, эту партию левоцентристской, и так далее. Однако после 2015, вернее, 2016 года, мы видели очень сильное смещение акцента. Понимаете? Они вывели из альянса ЛДПМ, они вывели из альянса, чуть позже, правда, либеральную партию, и попытались занять этот фланг правый. А как они думали, что смогут занять этот фланг? Первое, это 2017 год, назовем быстро, открытие офиса НАТО, приблизительно 7-8 декабря 2017, принятие закона о борьбе с российской пропагандой, в тот же день, фактически, то есть 7 декабря 2017, потом заявление господина Канду, еще в январе где-то, в начале января, о том, что нужно создать комиссию, международную, которая бы предъявила России какие-то обвинения за оккупацию Приднестровья, речь о миллиардах, но это был пиар, конечно, но все равно. А потом мы имели и выслалку российских дипломатов, и Рогозин, персонононграта, все что угодно, понимаете, вплоть до учения с НАТО на рэпид-трайтон на территорию Украины, которая находится в войне, и я уже не говорю о таких вещах, как аннулирование, или признание устаревшим со стороны Конституционного суда закона о статусе русского языка, это, ну честно вам скажу, как языка межнационального общения. Все это, безусловно, говорит о том, что сегодня демократы настолько ушли вправо, ушли вправо, левый электорат, они потеряли, на правом фланде, они не приобрели. Почему? Потому что они некредибельны на правом сегменте, некредибельны. То есть, ну, правые унионисты, они всегда будут, понимаете, голосовать за таких, как Гимпу, за таких, как Настасу, за таких, как Майя Санду. И сегодня демократы пытаются сместиться обратно, и вот этот митинг имел эту задачу, спозиционировать их с месседжем про Молдова, что они якобы в центре. Вот сидят радикалы слева, да, да, там, социалисты, и так далее. И вот справа, да, Гимпу, Санду, там, и так далее. А вот мы по центру обеспечиваем целостность страны, равновесие. Ну, как бы вот этот смысл же всего. Но, но, еще раз скажу вам, что сегодня у демократов очень плохие отношения с Евросоюзом, еще хуже отношения, наверное, с Российской Федерацией, они сохраняют отношения только раз Румыния, два Украина, и три, я так считаю, мне так видится, по крайней мере, Соединенными Штатами Америки. Вот три пилона, которые поддерживают, три столба, да, которые поддерживают этот режим. А со всеми остальными крупными, да, игроками геополитическими, у демократов отношения очень и очень, скажем так, напряженные, напряженные. И за месяц-два я не знаю, как это можно изменить. Если у вас будет реплика? Нет, я просто скажу, что, во-первых, эти три столба, они довольно-таки солидные, особенно третий, и это позволяет... Нет, третий был США. Который стало беднее, вроде бы, на США. Нет, я говорю про США. Ну, и все-таки, вот те осложнения, которые возникли в наших отношениях и с ЕС, и с Россией, они все-таки, с моей точки зрения, они были вынуждены и возникли именно потому, что Молдова в лице демократической партии, которая была и есть у власти, защищала национальные интересы. Именно поэтому и возникли эти осложнения. Или научилась, в конце концов, защищать национальные интересы, потому что раньше этого не было. Спасибо. Ну, Воронин бы не согласился. Нет, 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 нет. Я думаю, не только Воронин, но теперь вам вопрос, Богдан. Да. Очень многих волнует. Вот зачем вы писали конкретные цифры по поводу зарплат, вот, да, значит, там, повышения вот в этих задачах. То есть люди говорили, как, ну, зачем вот эту конкретику, потому что это всегда опасно. Тем не менее, вы на это пошли. Это значит, что вы настолько уверены, что вы сможете это сделать? Я вам скажу так. Действительно, вот этот митинг имел как цель показать, знаете, не только силу партии, но показать еще альтернативу, да, показать, не боюсь слова, мечту, да, показать какое-то видение, что вот было так до сих пор, и вы сами видите, что мы имеем, да, украденный миллиард, украденный БЕМ, аэропорт и так далее. И вот наше видение, как мы это видим, но чтобы это видение имело более осязаемые черты, решили дать ей какое-то, как вам сказать, вот, количественное измерение, не только качественное, да, то есть зарплаты будут такими, пенсии такими и так далее. И мы приложим максимум усилий для того, чтобы вот это видение, вот эти, вот эта картинка мира, она, по крайней мере, по окончанию мандата, чтобы она сложилась. Конечно, многие скажут, и, наверное, будут правы кто-то из них, не знаю, что это нереально и так далее. А я вам напомню, если вы возьмете, вот, господин Чурев, он же тоже профессиональный политолог, если вы возьмете программы партий 2009-2010 года, то вы там вспомните, что многие партии правого толка обещали тогда еще и зарплату в 500 долларов, правильно? И пенсии там в 250. Это партия у рекиан еще, по-моему, 2005-й год был первой. 2005-й, да. 2005-й, да. Это было раньше. Вот прошло 13 лет, вот прошло 13 лет, да, я хотел сказать 10 лет. Вот прошло, значит, больше. И сегодня нас смущает, удивляет, да, что сегодня при средней зарплате, средней, в 320 евро, но это средняя зарплата, ее получают мало граждан, давайте так, ее не получают все, большинство граждан получают куда меньше. При средней, в 300 с чем-то евро, да, мы когда говорим, что зарплата будет 600 евро, да, за 4 года, это некоторые говорят, что нет, это нереально, это невозможно. А почему невозможно? А почему, знаете, когда у нас были инвестиции в 711 миллионов долларов в 2008-м, были в 500 миллионов долларов в 2007-м году, при экономисте Додоне, понимаете, были маленькие внешние долги, были крупные инвестиции, были крупные проекты и так далее. Все отошло, развитие было. А сегодня, понимаете, у нас же, посмотрите, только теневой сектор, это где-то по разным оценкам от 50 и выше процентов от ВВП. Сегодня у нас ВВП 8 миллиардов долларов, значит, около 4 миллиардов крутятся в теневом секторе, понимаете, теневой сектор, то есть они не облагаются налогами, они, где эти деньги? Их можно найти? Можно найти. У нас есть госпредприятие, где до сих пор, понимаете, огромные убытки, где до сих пор существуют схемы. Когда-то Иоаннец, когда был председателем комиссии по экономике, бюджету и финансам, заявлял о фантастической сумме в 10 миллиардов лей, 10-12 миллиардов лей, якобы крутятся в госпредприятиях, мимо кассы. Я не знаю, эти суммы или нет, но я убежден в том, что у нас многие, многие вот, как вам сказать, бюджеты, которые на госпредприятиях, они крутятся мимо кассы. У нас выплаты, вон, выходит, человек получает 150 тысяч там на Тутунчатиче, на Букуре и так далее. Они выходят, получают премии сами себе, вот на некоторых предприятиях, типа мол, ДАЦа и так далее. И других. Выдают себе по десятке тысяч, да, премии, выдают себе какие-то пособия, то есть, деньги они есть. Нужен менеджмент государственный, адекватный, нужны инвестиции, да, и самое главное, я считаю, что кроме того, чтобы теневой сектор как-то вытащить из тени, кроме того, чтобы побороть коррупцию на госпредприятиях и в других секторах, нам важно открыть рынки. Мы раньше экспортировали в Российскую Федерацию, вот сейчас не нахожу этих цифр, но у нас тоже было почти миллиард долларов, понимаете, миллиард чем-то, миллиард сто в Европу, миллиард в Россию. Это был 2012 год где-то, да, сегодня мы в Россию экспортируем 250 миллионов, да, то есть, мы потеряли огромную сумму от экспорта в Россию, некоторые экономисты говорят, потеряли 400 миллионов, а то и больше. И вот если вернуть российские рынки, вернуть российские инвестиции, вон президент Путин говорил, я готов вкладывать, Россия готова вкладывать по миллиарду долларов инвестиций ежегодно. Сейчас на Октябрьском форуме подписали же 7 контрактов на 250 миллионов долларов с российскими бизнесменами. Я вам напомню, еще один нюанс, вот, может быть, вы забыли. Помните, 2009 год, к нам пришел Китай, китайская корпорация Ковек. Они, коммунисты, тогда подписали меморандум, кстати, на 1 миллиард долларов на инфраструктурные проекты. Альянс хотел продолжить, но пришел МВФ и сказал, нет. Но они сложные эти были. Нет, с Китаем никаких проектов. Надо было покупать. Нет, с России никаких проектов. И в результате только с МВФ. И вот сегодня мы имеем, что имеем. Мы имеем долги, мы имеем долги, мы имеем, как вам сказать, застой определенный экономический. Мы имеем украденный миллиард, с которым никак не хотят этим заниматься. Вот в чем проблема. Давайте, господин Чури, сейчас предоставим право на реплику. На реплику на что? Вы так, нет, ну вы же перебивали, Богдан, поэтому вам наверняка есть что сказать. Я перебил в том, что касается китайской помощи. Это деликатный вопрос. Конечно же, они предоставляют. Но тут есть масса факторов, включая и геополитических, и внутренних. Поэтому тогда было принято решение не идти по этому пути. Ну уже, я думаю, нет смысла. Но главный фактор же МВФ был. Ну согласитесь. МВФ, да. МВФ сломал через колено тогда премьера Филата, сломал правящий альянс и сказал, так хотите, с нами мидио. Но хотел бы я видеть, господин Цирлях, хотел бы я видеть тех политиков, которые не ломались совершенно перед МВФ. Даже Владимир Воронин, который так намекали на то, что он был ярым государственником, даже он свернулся в лоно МВФ и посчитал это абсолютно... Это был где-то 2006 год, насколько я помню. Это раз и два. Ну не сдали же они все национальные интересы, не выставили на приватизацию. Давайте не будем национальные интересы ставить знак равенства с помощью, которая идет со стороны Китая. При всем моем уважении к этой большой стране. В любом случае, я считаю, что когда нам ставят предусловия, понимаете, и Всемирный банк, и МВФ, и другие, ну допустим, оптимизацию госаппарата, оптимизацию там школ, оптимизацию больниц, оптимизацию районных администраций, понижение социальных выплат, повышение тарифов. Это было до 2015 года. Повышение тарифов, господин человек. Преследование национальных интересов со стороны Демпартии означало, например, в том, что касается школ, давайте попытаемся открыть. Кстати, это не так легко. И, конечно же, немного школ откроют ввиду демографической ситуации. Но повышать тарифы, понимаете, закрывать социальные программы для тарифов, для инвалидов, для многих социальных категорий. И назвать это защитой национальных интересов. Кстати, вы говорили про цифры. Одна из положительных цифр это понижение. А как повысились тарифы? Вот сколько стоит гигакалория? Я помню раньше, помните, в 2009 году где-то 200 чем-то платили граждане за гигакалорию. Сегодня, чтобы не соврать сейчас, я не хочу сказать, мне так сейчас. Давайте, вы сравниваете гигакалории 2009-2018. Господин Чуря, ну было же где-то 220 лей гигакалорий, сегодня где-то 1000 лей. То есть, сразу 4 больше. Но сравнивается с предыдущими годами. А знаете почему? Кстати, тарифы выросли везде. Корнел, а я вам объясню почему. А потому что пришел тогда Дарин Тиртуак в Тишиневе и при поддержке Альянса, но это была его инициатива, он взял и отменял компенсации по тарифам. Вам нравится вспоминать то, что было в 2009-2010 году? Как-то я это понимаю. Нет, нет, нет. Я сравниваю то, что было до кризиса, в 2014-2019. А я вас спрашиваю, а какой сегодня тариф на гигакалорию? Ну я сейчас вам точно не скажу. Тариф на электричество, понимаете, из того, что пишется, то есть существует понижение в 10-20%. А люди это увидят, кстати, потому что на носу зима и вот именно сейчас. Где мы видим вот это понижение, понимаете, Ну посмотрим, люди сами скажут. Понятно, что во время выборов это может произойти. Это понятно, что у нас во время раз в 4 года повышается на 20% зарплаты, понимаете, на 10% там тарифы понижают, а после выборов они растут. Пуще прежнего, это же тоже факт. Я даже смотрел по росту зарплат, понимаете, в педагогическом секторе, давайте так назовем его, грубо говоря, в министерстве образования. Там просто ужас. 2011, 2012, 2013 года зарплата вообще была заморожена. Вот Майя Санду пришла, 3 года, она не росла, не выросли зарплаты. Только в 2014 году уже, то есть накануне выборов буквально там за пару месяцев жмят зарплаты в педагогическом секторе, там, ну, чтобы не соврать, процентов на 20 там выросли, да, а потом опять рук-рук-рук-рук, тормозили, потом вот сейчас в 2017 году выходит гемпартия, да, с такой серьезной программой повышения зарплаты и так далее. Хорошо, в чем еще различие? Партия социалистов еще раз проакцентировала внимание, что они за президентскую республику. Ну да. Демократы, наоборот, не раз заявляют, что они еще сильнее хотят ограничить полномочия президента. господин Канда об этом говорил. У меня простой вопрос к вам. На чьей стороне будут избиратели? Мы посмотрим. В принципе, как уже говорил господин Цирдя, демпартия и социалисты, они претендуют не на тот же избиратель. Конечно же, профиль, или скажем так, физиономия электората, который голосует за социалистов, отличается от... Портрет, давайте скажем портрет избирателя. Чтобы его не обижать. Физиономия. А я все искал это слово, начал с профиля. Все хорошо, лучше так, да. Да, и поэтому демпартия, конечно же, пытается притянуть и отчасти электоратов-социалистов, господин Цирдя уверен, что этого не произойдет, но и месседжи, и адресат, конечно же, разные, и поэтому я думаю, что поэтому они формулируют все по-разному и находятся вот в таком противостоянии. Господин Цирдя, за кого поддержат избиратели? Почему? Вы же выступали с инициативой референдума, поэтому вопрос вот нет. Секундочку, если люди выступали за референдум, значит, они как-то, наверное, рассчитывали на хороший результат по этой теме, так? Подписи собирали, то есть, я понимаю, что работа была проделана. Когда у Марьяна Ильича был очень высотый рейтинг, и он тогда имел все шансы победить на прямых президентских выборах, победить и Филата, и Воронина, кстати, был самый высотый рейтинг в стране, они тогда ратовали, кстати, за прямое избрание президента, даже Конституцию пытались, помните, референдум был 5 сентября 2005 года по изменению Конституции, и фактически, можно сказать, были за президентскую республику. Сегодня у них такого лидера, локомотива нет, они за парламентскую республику. Я вам скажу так, и я в этом убежден. Обычно олигархические партии, олигархические структуры, они всегда ратуют за парламентскую республику. Почему? Потому что олигархам легче контролировать парламент. Они всегда против президентской республики. Почему? Потому что может прийти какой-то сильный лидер, неподконтрольный, имеющий сильные рычаги власти, мощные, и он может сломать некоторые олигархические группы интересов, как это сделал в свое время Путин, допустим, как это сделал Лукашенко, как это пытался в какой-то мере Саакашвили, но потом сам слился с этими олигархическими группами и так далее. Но я вам скажу так, что Демпартия, я не знаю, как они могут брать, допустим, у социалистов электорат. Мне очень трудно судить. Почему? Потому что с Россией, вы сами видели, какие отношения, а у нас 22% населения это русскоязычные. С Россией у нас отношения, но хуже некуда сегодня, это все понимают. Более того, в экономическом плане мы смотрим, то есть средний класс, бизнес и так далее. Инвестиции, мы не видим крупных инвестиций. 200 миллионов, это не инвестиции, мягко говоря. Мы не видим серьезного экономического роста, мы не видим серьезных гарантий для бизнеса. Если мы говорим о каких-то социально уязвимых слоев населения, то Молдова как была, так и осталась фактически самой бедной страной Европы. И я не думаю, что граждане, которых с 2016 года заставили платить за украденный миллиард, и за это голосовало парламентское большинство, управляемое Демпартией, и граждане, которым отказали в законе о материнском капитале, к примеру, гражданам, которые отказали в понижение тарифов и так далее, они будут очень счастливы голосовать за Демократическую партию. Посмотрим, посмотрим. Есть опросы, которые кое-как все-таки указывают. Конечно же, социалисты лидируют в этих опросах, но явно, что есть электорат и у Демократической партии. Видимо, все то, что в последнее время делала эта политическая партия, некоторым нравится, и поэтому они в опросах, по крайней мере, указывают на то, что собираются за нее голосовать. Посмотрим. Понимаете, когда партия идет с месседжем о евроинтеграции, мы за европейскую интеграцию. Мы даже вносим в Конституцию. И даже Канду заявлял, я вам напомню, что мы даже вынесем на референдум идею европейской интеграции, которая будет... Вроде бы сейчас уже ее нет. Нет, сейчас он молчит, но он тогда заявлял, мы вынесем на референдум идею европейской интеграции, и пускай народ выбирает. Мы тогда чуть не прослезились бы. Как? Впервые? За 27 лет независимо от нас референдум, который граждане смогут ответить. Хоп, смотрю, Канду опять переворачивается, говорит, нет, мы вот про Молдову. Я задала вопрос, почему... Я, кстати, вот перед этой программой, тут уже, по-моему, или за две программы, да, была сходная тема. Я спросила одного, значит, своего гостя, он объяснил это так, почему нет двух вопросов. Я спросила, ну спрашивайте про депутатов, ну спросите уже про эту евроинтеграцию, спросите уже про язык, спросите вот все те моменты, на которых настаивал президент, тоже предлагая этот референдум, ведь отказались же тогда. И он мне тогда сказал так, а чтобы не путать людей, то есть люди могут не разобраться. Я не знаю, вот такое объяснение. Я вам скажу так, вот очень коротко. Они были, демократы, провозглашали себя молдовинистами, очень часто, по крайней мере, Марьян Ильич, Упу, Дьяков, там и так далее. Сегодня мы сто раз предлагали, давайте введем, ладно, не молдавский язык, но хотя бы историю молдов в школах. Нет, не захотели, понимаете? Это очень сложно. Я понимаю, что сложно. И очень рискованно. Тогда не называй себя молдовинистом. Два, мы за нейтралитет, они кричали всегда. Мы предложили, давайте не открывать офис НАТО, ребята, давайте не участвовать в этих учениях с НАТО. Ну, как, чем он мешает офис НАТО? Во-первых, он мешает тем, что мы нейтральная страна. А во-вторых, я вам скажу, напомню, что в этом соглашении по офису НАТО там очень много вещей интересных. Они имеют право доступа к любому государственному учреждению. Они имеют право получения любой информации, требования, понимаете? Три, офис НАТО состоит не только из гражданских, но и из военных, из военных, которые находятся в нашей территории. Четыре, более того, они имеют право на строительство объектов, объектов на территории Молдовы. И все это грубо нарушает наш нейтралитет. То есть мы нейтралитетом... Ну, это секретное некое соглашение? Ведь этого нельзя найти, то, о чем вы говорите. Это не секретное. Вот Корнелий, смотри, как будто он этого не слышал. Нет, Корнелл, я слышал перед передачей, потому что Богдан об этом очень много говорит. А я видел этот документ, и я его принесу однажды, публикую, принесу, и... А принесите, нам, нам, мы сейчас, я не могу. Очень странно, что до сих пор не было такого обсуждения. Не было такого обсуждения. Второй момент. Третий момент, да, они же были за дружбу с Россией, с Евросоюзом. Сегодня они с Россией полностью, полностью, понимаете, убили все отношения. Четыре. Они говорили, мы вот партия Лев-Ватолка, мы за демократический социализм такой. Ну, шведская модель там и так далее. Социальное государство и что? И вот эти господа находятся в альянсе с праворадикалами, унионистами и так далее и начинают проводить закрытие школ. 205 школ закрыли за 9, 205 школ и 298 оптимизировали. Это вы называете социально ориентированным наибатом. А они сейчас скажут, что это моя санду. Закрывают больницы. Я права. Я права. Демократы скажут да. Закрывают комарии. Закрывают, понимают, все это. Потом, социальная партия левоцентристского центристского тока, социал-демократического по крайней мере, приходит и говорит, мы повысим пенсионный возраст. Почему мы повысим пенсионный возраст? Понимаете, вместо того, чтобы защищать пенсионеров, мы предлагаем повысить. Это происходит повсеместно, включая в Россию. Я понимаю, но в России единая Россия, Корнел, в России единая Россия это консервативная партия. И тем не менее, это является необходимостью. А здесь социалисты, социал-демократы. Знаете, в чем разница, позвольте я вмешаться, разница в том, что россияне это самостоятельно, на них не давил МВФ, им не ставил вот эти условия, понимаете, то есть это разное. Пенсионная реформа нужна, должно, и только вот нынешнее правительство. Они выбрали место и время сами. Нет, но вы видели реформу. А нам говорят, вот хотите денег, делайте. Те граждане, которые до 99-го года вышли на пенсию, это там несколько сотен тысяч, да, вот нет цифр, сейчас не помню, им не повышают фактически пенсии. Пенсии повышают вот этим, которые после 99-го года. Но к ним еще не дошли, к ним тоже дойдут. Ну вы понимаете, в чем суд. Главное, чтобы все дожили до этого повышения. Вот у нас 710 тысяч пенсионеров. Нет, у нас 710 тысяч пенсионеров. И это самое важное в этой истории, что ресурсов нет. Не хватает. 1590 лет. Но их стало больше. Но большинство пенсионеров получают пенсию намного ниже, намного ниже. То есть 900 лей, 1000 лей. Это кто? Это сельское хозяйство, да? Это педагоги, это медики. Высокие пенсии получают это бывшие военные офицеры, это прокуроры, суди и так далее. Подравнялись. Подравнялись. Все равно это беднота, это нищета. И тот факт, еще раз говорю, что у нас до сих пор смертность превышает рождаемость. До сих пор. Это самое ужасное. Это самое ужасное. Какая онкология, диабет, да? Ну, господин Цюрья все правильно делает. Он, я же говорил о том, что есть критика оппозиции, и понятно, что оппозиция не соглашается с этой ситуацией. Но я бы вам сказал, что я взял крупные блоки демократической партии, вот блок социал-демократическая партия, не выполнили. Взял блок другой, они за нейтралитет, не выполнили. Взял блок молдовинистский, не выполнили. Ну, вы утрируете, нигде не написано, что демократы за нейтралитет. Это написано в Конституции. И они должны быть. А то, что вы утрируете, потому что говорите, что офис НАТО обязательно нарушает нейтралитет. Конечно, нарушает. Мне совершенно непонятно, как он это нарушает. Как он, как нарушает? Существует офис НАТО, есть, наверное, офисы НАТО и в России существуют. А Россия не нейтральное государство. Тарас, говорили раньше, что в Казахстане есть, нет в Казахстане такого. Я вам скажу так, нейтральное государство не может на своей территории открывать представительство каких-то военных политических блоков. Пока где. Потому что, если ты открываешь представительство блока, который бы это написал, нет такого закона. Поэтому это все интерпретация. Я вам скажу так. Поэтому, когда предлагают принять этот закон, говорят, они будут в Конституции все записывать. Потому что нужно оставить себе руки развязанными. Для того, чтобы делать такие вещи. Вот дам вам пример. Дам вам пример простой. Сербия. Хотя я знаю, допустим, что в Австрии, Швеции и Швейцарии нет офисов НАТО. Ну, ладно, возьмем Сербию. Которые тоже, как бы, вот, они хотят дружить и с Россией, и с Америкой. Что делает Сербия? Проводит военные учения с НАТО, да? А потом, через месяц, проводит военные учения с Россией и СОДКБ. СОДКБ, да. Вот, ребята, это нейтралитет. А как ты вооружаешь армию по стандартам НАТО? Вводишь строевой шаг НАТО, да? Ты, тебе модернизируют Бульбуаку. Бульбуаку. Военный полигон на деньги Соединенных Штатов. Понимаете? Посол присутствует. Я понимаю. На военных учениях только с НАТО мы проводим военные учения. Понимаете, с Россией нет? И мы говорим про нейтралитет. Ну, мне так кажется... Ну, в первую, все-таки нужно отметить, конечно, нейтралитет, постоянный нейтралитет означает, в принципе, две вещи. Это не ведение борьбы, войны с одной стороны против другого и внеблоковый статус. То есть мы не создаем альянсы ни с кем против другого. Вот эти две вещи нами, в принципе, соблюдаются. То, что вы говорите, это уже детали, которые нужно прописывать. И они, в принципе, не имеют столь большого значения, как вот эти две вещи. То есть учения с НАТО из США на территорию Украины... Если мы не создаем блок официальный, в принципе, это позволительно. Против кого эти учения? Эти учения для того, чтобы развивать наши боевые способности, для того, чтобы наши солдаты могли проводить мирные операции в других регионах. Стратегическим соперником в доктрине НАТО и в доктрине военно-доктрине США. Вы опять начинаете... Вам сказать кто? Россия. Когда ты проводишь военучения с Америкой и с НАТО, ты автоматически проводишь в России. Да, но мы не являемся членом НАТО. НАТО само назвало Россию в качестве соперника. Мы уже в НАТО, фактически. Мы с ними сотрудничаем. Ничего сошло. Давайте я последний вопрос успею задать еще. Да, у нас очень мало времени. Сотрудничать, когда ты хочешь этого. А нас никто не спрашивает. Вот в чем проблема. Президент против, а мы идем на учения. По поводу ОДКБ, да, мы сравнивали. К сожалению, здесь понятен счет. Партия социалистов на этом митинге сказала, что она готова взять власть в свои руки. Были вот такие слова. Но есть еще хороший вопрос. А готова ли демократическая партия эту власть отдать? Потому что многие считают, что для демократической партии вот эти выборы, это вопрос выживания. Это не я говорю. Это говорят очень многие политологи. 30 секунд, Корнелю. Я думаю, что будут выборы, и они покажут. Мы не можем ничего сказать конкретного на этот счет. Но существует, мне кажется, такое намерение. И, в принципе, у нас нет повода сомневаться в том, что наши выборы не могут быть правильными. То, что произошло... В смысле, честными. То, что произошло летом в Кишиневе, мне кажется, что все-таки в основе там были определенные нарушения со стороны обоих кандидатов. И на основе этого возникла вот такая странная ситуация с отменой выборов. Но, как мне кажется, все партии сейчас... Никто не отказался, никто не бойкотирует эти выборы. Если бы у них были серьезные сомнения на этот счет... Коммунисты только мучаются. Они то так, то так, то так. Исходя из той ситуации, которая у них сложилась. И поэтому, раз они все идут на выборы, значит, они надеются на честный результат. Значит, этот честный результат возможен. Спасибо. Богдан. Борьба будет основная по одномандатным округам. Там и возможны большие риски. Что вот победил, допустим, кандидат, а его снимают. К примеру. Или не признают его победу. Или еще что-то. Вот здесь риск, что у нас в феврале, в марте полгода мы будем иметь парламент из 50-60 депутатов. Понимаете? Что будут суды по другим, по многим округам. Вот этот риск, то, чего я в определенной мере очень сильно боюсь. Но суды, наверное, должны решить быстро. А так посмотрим. Посмотрим, конечно. Демпартия тоже рискует. Которые суды в нашей стране показывают, что они могут длиться очень долго. Позвольте мне не говорить, какие. Спасибо. Мы находимся в электоральном контексте. Это другое дело. То, что в электоральном, да. Надеюсь. Единственное, что я хотела сказать, что понимаете, как те отчеты, которые, те резолюции, которые все-таки принимают европейцы, к ним, конечно, можно по-разному относиться. Но мне кажется, что демократы должны внимательно их тоже считать. Не внимательны. Внимательно. Да. Мне кажется, что в этом есть тоже здравый, свой резон. Свой, 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 свой резон, да. Я вам очень благодарна за то, что вы пришли. Пролетел час, но для меня, например, очень незаметно. Потому что беседа наша была насыщенная. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова